Музыка Здравствуйте! С вами Оксана Ромашкина и Санни English Club. Всем хорошего настроения и приятного обучения. Сегодня мы с вами поговорим об одном из способов надежного запоминания новых английских слов. Способ называется ассоциативный. Применяя этот способ, вы навсегда запоминаете новое слово и больше уже никогда не лезете за этим словом в словарь. Я предлагаю вам убедиться в этом, посмотрев этот короткий видеоролик и навсегда запомнив 7 новых английских слов. Этот метод называется ассоциативным, потому что при запоминании нового слова мы подбираем к этому слову ассоциацию. Например, слово шип – овца. У меня это английское слово шип ассоциируется с русским словом шип. Например, у розы есть шипы. Все помнят, как они колятся. Поэтому представляем овцу, как она уколола себе морду этим шипом от розы. Итак, овца – шип. Следующее слово шут – стрелять. Для большинства людей английское слово шут ассоциируется с русским шут. Но те веселые люди при короляха, которые служили для поднятия настроения. Из истории мы все это прекрасно помним. Поэтому представляем шута с ружьем, представляем, как шут стреляет. Итак, стрелять – шут. Третье английское слово – сливы, рукав. Скорее всего, в вашем подсознании сразу возникает русское слово «сливы». Можно представить колоритного южного мужчину, продавца слив на рынке, который перекладывает эти сливы в свой рукав. Или вы представляете себя, как вы кладете сливы к себе в рукав. Итак, рукав – сливы. Четвертое английское слово – ам. Ам – это щупальца осьминога. Страшно представить, что эта щупальца может сделать вам ам-ам. Ну, в смысле укусить. Ну, если вообще щупальца может кусаться. Итак, щупальца осьминога – ам. Следующее английское слово – лори, грузовик. Предлагаю вам представить полную пышную тетю Лору. Женщина не помещается в кабину водителя, поэтому тетя Лора лезет в кузов грузовика. Итак, грузовик – лори. Шестое английское слово – котч. Детская кроватка. Можно представить кота, как он занял позицию в детской кроватке, пока малыш гуляет или играет. Можно представить, как коту хорошо, как он доволен в этой детской кроватке. Итак, детская кроватка – котч. И седьмое слово – сок, что в переводе на русский означает «носок». Ну, во-первых, это рифма – сок, носок. А во-вторых, я думаю, что у всех в жизни было такое, ну, хотя бы разок в детстве, когда вы в носках наступали на пролитую сладкую жидкость, например, на апельсиновый сок. Ощущение помните? Носок – сок. Ну и последнее слово бонусом, оно у нас восьмое, вам в подарок. Уберите, пожалуйста, от экрана детишек до 16. Это только для взрослых. Давайте подберем ассоциацию к английскому слову «пиджестриан». «Пиджестриан» – это пешеход. У меня, как у большинства людей, это слово вызывает неприличную ассоциацию. Иногда мы в качестве пешеходов ведем себя неадекватно, перебегаем дорогу в неположенных местах. И вообще ведем себя, как настоящие пиджестрианы. Итак, пиджестриан – пешеход. В следующий раз, когда будете переходить дорогу, посмотрите, пожалуйста, на пешеходный знак и воспроизведите у себя в памяти «пиджестриан» – пешеход. Почти каждому слову можно подобрать ассоциацию. Главное, чтобы эта ассоциация была ваша. Спустя 2-3 минуты после просмотра этого видеоролика я рекомендую вам воспроизвести эти слова, и вы увидите, что вы прекрасно их помните. Если вы живете в городе Санкт-Петербург, я приглашаю вас на свои занятия. Мы находимся недалеко от станции метро «Ладожская» либо проспект Большевиков. Более подробную информацию вы можете найти на сайте Oxen.ru. Если вы живете в других прекрасных городах, you are welcome! Добро пожаловать на мой сайт Oxen.ru, где вы найдете много обучающего материала. Любите английский язык, учите его, и он обязательно ответит вам взаимностью. С вами была Оксана Ромашкина. Всего хорошего! До свидания!